Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередном вебинаре «Праведный понедельник», который посвящен основным событиям прошлой недели. Для тех, кто присутствовал сегодня на брифинге, безусловно, не будет откровения, таинства, нового информации, потому что вы сами прекрасно видели, опять же, исходя из событий прошлой недели, что неделя у нас была жарко. Действительно, форум в Давосе, я, честно говоря, первый раз на своей памяти наблюдаю, чтобы выступления в формате данного мероприятия приводили к таким серьезным движениям на финансовых рынках. Сравнивая с тем же самым симпозиумом в ежегодном Джексон Холле, там вопросов нет. Безусловно, выступление глав центральных банков провоцировало и продолжает провоцировать очень серьезное влияние на кодовый рынок, на рынок производных финансовых инструментов рынка форуса. А вот что касается Давосского форума, то такую динамику я вижу первую. Ну, видимо, связывая с президентством Трампа, можно сказать, что мы давно уже работаем в совершенно новых реалиях. И нужно привыкать к тому, что возможно все. И, соответственно, все может происходить в любом случае. И те события, которые мы недооцениваем напротив приводить к самым серьезным, существенным движениям на финансовых рынках, и те события, которые, по идее, должны стать настоящими бомбами, мундаментальными, проходят это незамеченными. И вот каждую неделю у нас есть подтверждение этих доводов. Мы зачастую возлагаем очень большие надежды на какое-то отдельное событие. И самое интересное движение мы видим, проходит до того, как это событие выходит, либо через несколько дней после. Ну, не знаю, можно ли это связать с этим и по поводу. Ну, думаю, в какой-то мере это можно говорить об отложенной реакции. Ну, вот эта привычная классика рынка, когда выходят данные, и мы настраиваемся с вами на предсказуемую реакцию, это, конечно же, уже кануло в лето. И, к сожалению, нам приходится адаптироваться к новым реалиям, нам приходится сохранять стойкость, веру, опять же, в определенные идеи и в то, что конкретные изменения должны произойти с отдельными взятыми курсами инструментов, которые представляют для нас интерес, как для таких средне-благосвольтных спекулянтов. Собственно, вся прошлая неделя по сообщениям, которые поступали из Давоса, провоцировали очень серьезные движения в рамках сначала доллара. Доллар своей слабостью преимущественно оказал поддержку по исковым инструментам. Далее у нас было заседание Европейского Центрального Банка. Поначалу реакции не было никакой, потом рынок раскачался и под закрытие опять четверга мы увидели и серьезный рост там до отменки 1.25 и даже выше после такая же серьезная коррекция. С одной стороны, волатильность стала следствием серьезного ухона, с другой стороны, мы так и не определились с каким-то направлением движения валютной пары. Ну, может быть, не совсем справедливо комментировать так эту новость, потому что мы вроде бы как всегда были продавцами по Европе, так ими и остаемся. Ну, я вот по комментариям вижу, друзья, то, что многие из вас по-прежнему сохраняют еще длинные позиции и видят в них очень хороший потенциал. Да, наверное, глупо с моей стороны сейчас пытаться дать понять, что шансов на рост нет. Европейская валюта действительно может вырасти, ведь когда-то до нас потолком был и рубеж 1.20, и лично я допускал, что по мере его пробоя даже словесные интервенции и заявления со стороны монетарных властей должны были бы очень быстро вернуть по уровню ниже. Но сейчас у нас уже совершенно новые реальные котировки, это 1.25, и здесь можно говорить о том, что ралли вполне рискует продолжиться восходящее. Но это, друзья, если закрыть глаза на фундамент и просто поддастся вот этому мгновению тренда в развитии событий, то, что у европейской валюты есть какие-то более высокие, значимый ориентир и горизонт туда, собственно, евро и стремится. Я все-таки, будучи фундаменталистом, да и вообще сегодня с этого вебинара главная идея, это анализ событий на финансовых рынках, не буду поддерживать идею, то, что нужно сейчас присмотреться к покупкам, потому что выступление Драги и заседание Европейского центрального банка еще больше убедило меня в том, что сам ЕЦБ, в принципе, крайне недоволен тем, что сейчас происходит с валютной спецификой и крайне против того, чтобы евро находился на текущих котировках. И явно тому доказательство, критика, с которой Драги обросился на Мнучина, опять же, после его выступления в Далосе, обвинив его в том, что денежные власти США вот так вот позволяют себе вольничать и развязывать самые настоящие валютные войны, потому что признаком валютных войн являются как раз вот такие прямые действия, славесные интервенции, которые приводят либо к ослаблению, либо к укреплению курса национальной валют в зависимости от того, что выгодно стране. Это, собственно, прямой комментарий от Мнучина, то, что доллар, опять же, дешевая валюта выгодна для американской экономики. Это, конечно же, самое явное проявление протекционистских высказываний и комментариев. Возможно, если бы это был не Мнучин, скажем, представитель денежно-кредитных властей и других регуляторов, скажем, резонанс был бы серьезным, да и критика тоже была бы более выражена. Но поскольку речь идет о Штатах, многие предпочли просто воздержаться. Давайте, друзья, поговорим теперь поподробнее об основных событиях, проследим тенденции, динамику, преемственности и еще раз коснемся тех трендов, с которыми мы работали, продолжаем работать и поставим также ориентиры на текущую неделю в соответствии с теми событиями, которые впереди. Заключительный слайд, собственно, нашего сегодняшнего семинара, вебинар, точнее, будет посвящен, как и всегда, среднесрочным идеям горизонта по наиболее популярным валютным парам, по золоту, по ним мы проговариваем, думаю, что вы также улавливаете сигналы того, как нужно действовать. Напоминаю, что если какой-то актив, ну уж очень вас интересует, друзья, вы на правах, скажем, посетителей и участников вебинара правильнее попросите о том, чтобы в следующий раз я отключил-то и этот инструмент, в анализе это обязательно сделаю, потому что, снова и снова повторяю, друзья, здесь тот контент, который записывается в рамках компании Markets, он предназначен только для того, чтобы помогать вам ориентироваться в фундаменте, знать, что на рынках происходит. Поэтому, если что-то вас интересует, с удовольствием покопаю, поючу и дам вам, если удастся, найти информацию, которая, надеюсь, будет вам полезна. Давайте начнем все-таки с британцев, потому что фунт у нас сохраняет очень серьезные амбиции на еще большее восходящее движение. Фунт А, я ни в коем случае не отказываюсь, друзья. Правда, может быть, скажем, из-за небольшой поздней опасения я покинул этот дуэт активов еще после пробоя 1.37. Ну, конечно же, видя то, что котировки были на уровне 1.43, я понимаю то, что совершил ошибку, но здесь речь идет уже о недополучной прибыли, поэтому, сожалеете, они не стоят. Это же не убыток. Фунт дал хорошо заработать и ориентировался изначально на цель 1.37 и покинул, собственно, рынок, как только эта планка впала. Тех из вас, кто, друзья, все-таки, может быть, более храбрым трейдером оказался, поддержая длинные позиции, смогли получить больше пробег и, возможно, сейчас гадают, как быть дальше. Если становится боязно, к примеру, как мне на отметке 1.37, друзья, я могу порекомендовать вам зафиксировать больше участия, ну, или, по крайней мере, половину вашей позиции, ну, и, разумеется, оставшуюся половину оставить уже в длинных ориентирах, то есть в длинных позах, а с ожиданиями того, что по 1.47 я буду крайне, скажем, рад вы получите еще больше пробег и к тому, что фунт для вас пронесет хороший фунт, действительно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Отчетов было не так уж и много, до четверга, в четверг у нас заседания Европейского центрального банка. Ну, пару отчетов все-таки, я считаю, мы не должны сейчас пройти стороной. Это статистика по уровню доверия потребителей. Очень хорошие показатели 1,3 против прошлого 0,5, максимум с 2000 года. Собственно, также еще был отчет индекса настроения деловой среди, 3,2 против прошлого, 17,4, это максимум с 1991 года. Вот такие вот исторические у нас параллели проводятся. Это, безусловно, статистика, на которой можно расти. Поэтому вполне возможно, что европейская валюта, оказавшаяся крайне высоко за последние недели, попробовала выжить по максимуму с позитивного фундамента, который имел место быть. И на этих данных также немного выросло. Собственно, говоря про конкретные уровни, у нас еще в среду до заседания Европейского центрального банка мы видели, как евро после существенного роста добрался, в принципе, до уровня 1,2355, а на протоколах Европейского центрального банка, точнее, на заседании Европейского центрального банка, решение по ставкам и пресс-конференции, евро забрался даже еще выше. А вот американская валюта, к сожалению, была в числе аутсайдеров. И это при том, что Конгресс США проголосовал за законопроект по продлению финансирования госучреждений и возобновления работы правительства. Я искренне надеялся на то, что после шатдауна, который случился в минувшие выходные, ну, точнее, можно сказать, даже в пятницу, в понедельник, в сокрытии, мы должны были видеть после позитивных новостей, что доллар отрастает и восстанавливается против основных конкурентов. Но, к сожалению, друзья, этого не произошло. Еще раз немного, скажем, как бы помягче выразиться, оказались нереализованы наши избыточные ожидания. Но я думаю, что ничего глупого у них не было, потому что, на мой взгляд, было бы неправильно не рассчитывать на то, что доллар должен был бы укрепиться по факту очевидного фундаментального позитива, который, к тому же, стал причиной полноценного разворота в динамике доходности американских трежерис. Если вы следите за этим показателем, то наверняка сегодня могли заметить, как раз открытие торговой сессии, десятилетки котировались выше 2,65%. Это максимальное значение за последние 45 месяцев. То есть, можно сказать, за 4 года. И, опять же, обращаясь к истории корреляции этого показателя с косом доллара, у нас всегда не то, чтобы была очень высокая корреляция, но, по крайней мере, корреляция выше среднего точно. То есть, когда росла доходность трежерис, то и укреплялся косом доллара. Сейчас, точнее, в прошлой неделе это все-таки только началось, не будем каркать, возможно, баланс восстановится. Но в прошлой неделе была в этом плане абсолютно раскоррелирована. У нас доходности подрастали, при этом доллар неуклонно шел вниз. И, на мой взгляд, это явное доказательство того, что на рынке Форрес в отношении доллара сейчас происходит что-то странное, крайне неправильное. И, как и всему неправильному, собственно, тоже должен идти конец. И вслед за той слабостью, которую мы наблюдали по доллару, должен последовать быстро разворот. Да, мы не требуем от доллара, чтобы он 7-минутно и сразу же отыграл и есть тот позитив, который ему удалось накопить. Мы накопили за последнее время. Уж, по крайней мере, прибавить несколько фигур, поскольку доходность трежерис держится на таких многомесячных максимумах, ну, я думаю, что доллар просто обязан. Из других событий стоит отметить заседание Банка Японии, которое утром в авторник приняло решение сохранить основные параметры японской единичной политики без изменений. Собственно, ставка на прежнем уровне минус на целых 1,1%. Если говорить про объем программы количественного включения, это 80 триллионов иен, вот тоже все изменения. И поскольку рынок под это заседание заказывался с оппозицией того, что Банк Японии должен был подтвердить и готовы отказаться от экономических стимулов, я рассчитывал на то, что, скажем, разочарование трейдеров в этом, в том случае, если Банк Японии сообщит о том, что он не собирается отказываться в мягкой экономической политике и не обломает, условно говоря, быков, это должно было привести к ослаблению курса японской валюты и простимулировать его с доллара. Но даже на этом, друзья, мы не увидели логичной реакции. После того, как Банк Японии подтвердил важную, жизненную важность сохранения этой мягкой экономической политики, собственно, как это сделал и Европейский Центральный Банк, у нас японская валюта даже окрепла. Ну, это прям совсем продукции монстров. Нефть во вторник снова тестировала максимумы 70 долларов за баррель. В принципе, можно сказать, что не ушли мы от этого уровня. Даже сейчас, фактически, когда началась новая неделя. Поддержку на прошлой нефти оказывали сообщения министра нефти Саудовской Аравии Халида Аль-Палиха, который высказался о солидарном и едином решении участников аналитического пакта и дальше предпринимать всевозможные совместные усилия для того, чтобы поддерживать рынок черного золота и особенно нужно будет сохранить эту солидарную и единую позицию совместных действий после того, как истечет период действия соглашения после недобычи. Напомню, что произойдет это лишь в конце этого года. Статистика по запасам. Сначала у нас Американский институт нефти. Собственно, плюс 4,7 миллиона запасы за прошлую неделю выросли против прошлого спада на 5,1. Немного статистика обнадежила медведи, однако данные от Министерства энергетики снова подвели, поскольку запасы по социальным данным снизились на минус 1,07 миллиона баррелей. Однако, вот было и смягчающее обстоятельство, скажем так, по статистике. Я продолжаю даже по текущий момент делать на этот отчет очень большой ставку, потому что эту статистику мы еще не отыграли, хотя должны были. Речь идет о росте объемов нефтедобытчей в США. За прошлую неделю она выросла на 128 тысяч до 9,8 миллионов. Снова мы говорим с вами про облизость планки в 10 миллионов. Снова мы говорим про риски для глобального рынка, о предложении и про то, что с нефтью может случиться дальше. Надеюсь, что выводы вы уже для себя сделали, друзья. И, может быть, кто-то из вас разделяет такую же позицию, как и я, и ждет буквально от каждого отчета, от каждой новости, которая будет касаться, касается, в целом, нефтяного рынка, вот этого разворота, который должен случиться, и быть таким же быстрым, значимым и переломным, так же, как и потенциальный разворот на американском фонду в рынке. Вот сегодня, кстати, американская фонда корректируется, но такие сессии небольшого отката мы уже видели. Правда, рынок после этого очень быстро восстанавливался. давайте тоже не будем сбегать вперед и какать, и рассчитывая на то, что снижение текущей торговой сессии – это нечто большее, чем просто откат от обновленных исторических максимумов. Я ставлю на то, что это нисходящее движение будет продолжено. Могу ошибаться, но все-таки вот этот субъективный подход и вера в результат, зачастую приводит к очень большим изменениям, может быть, скажем, преувеличенным, вербальным, не знаю даже, как правильно сказать и как лучше выразиться. Ну, те, кто понимает, понят, чем я говорю. Дальше идем, друзья. Доллар против иены. Так, оставался в числе аутсайдеров. Особенно плохо доллару было в середине прошлой недели после комментариев министра финансов по США Стивену Мучину о благе для национальной экономики более дешевой валюты. Я уже в начале этого вебинара отметил то, что это самые настоящие сигналы от анационизма. Ну, стоит отметить, что были, скажем, предпосылки для этого, тем более, что некоторое время назад мы с вами обсуждали о возможности сворачивания активности о Китае по покупке американских долговых бумаг и тоже связывали опять же это с многими шероховатостями, даже сказать, напряженностью в некоторых вопросах в области внешней политики. И тоже, в целом, это касалось создания конкурентных преимуществ, правда, уже не американскими властями для национальной валюты, а китайским народным банком для юаня. Потому что периодически мы видим, как Народный банк Китая проводит интервенции, оставляет курс национальной валюты, чтобы создать комплектное преимущество для национальных производителей. И вот, собственно, как ответная реакция, как возможный сценарий того, что это, скажем, в эту игру могут играть и двое. Штаты тоже позволили себе сделать такое заявление. В итоге курс доллара резко отвалился. И если разбираться, опять же, в том, кто от этого выиграл, то, опускаясь до классических постулатов, слоганов экономических, что дешевая валюта поддерживает конкурентоспособность национальных производителей, потому что делают, собственно, товары, которые производятся на территории конкретного государства, то есть, внутри страны более дешевыми для покупателей. Да, эта логика, возможно, и работает, но, по крайней мере, всегда, когда возникают вопросы потенциализма, регуляторы, которые, опять же, и выступают в такие лозунги, пытаются сделать все, чтобы ослабить курс национальной валюты. Но я думаю, что не нужно сейчас уходить особо в бебри по штатам, потому что это было единичное заявление, тем более, что после него мы хуже ослышали фактически Трампа, который делал уже обратное заявление, отметить то, что сильная экономика должна влюбляться такой же сильной валютой. Но, судя по тому, что доллар, честно, и не восстановился, можно сказать, то, что комментарии мучено, были для рынка все-таки более вдохновляющими и интересными. Ну, возможно, потому что первым он высказался, а Трамп уже проводил работу над ошибками и трейдерам, скажем, случайных заявлений было уже мало. А вот, кстати, на самом форуме в удовольствии он этой темы так и не коснулся. Может быть, если бы вопрос силы национальной валюты был поднят именно в таких более широких массах, резонанс был бы совершенно другим. Друзья, я хочу отметить также обязательно канадский доллар, который просел ниже отметки 1,24, точнее, пара долларов канадец. Здесь поддержка пришла и от нефтянки, но мы знали то, что у нас еще два очень важных отчета, на которые ориентируются. Это статистика по уровнячным продажам и индексу потребительских цен. Это два отчета, которые, собственно, были опубликованы ближе к концу прошлой недели. Прежде чем перейти к, собственно, заседанию Европейского центрального банка, хочу еще отметить отчет по инфляции в Новой Зеландии, поскольку наверняка кто-то из вас торгует и этим инструментом, кто-то, может быть, находится в долгосрочных сделках и спермнуждается в обновленном новостном фоне, чтобы понять, как действовать дальше. Я хочу обрадовать всех, кто продает Новозеландск, потому что, исходя из тех подчетов, которые мы с анализировали на прошлой неделе, инфляция снова просела, друзья, и оказалась существенно ниже, чем годовая оценка за прошлый период. Собственно, 1,619, соответственно, тут же обращаю внимание на комментарии резервного банка Новой Зеландии, который отметил, что на фоне столь низкой инфляции, которая ниже цели в 2%, нет никакой срочности для того, чтобы резервный банк Новой Зеландии, тоже стал поддерживать идею необходимости ужесточения монетарной политики. То есть у нас сейчас несколько регуляторов, которые держатся особняком, и, наверное, ключевые позиции принадлежат как раз резервную банку Австралии и резервную банку Новой Зеландии, которые по-прежнему сопротивляются и не хотят изменять прежним таким устоям, которые сложились в рамках регуляторов, то есть пока не будет достигнута цели по инфляции, соответственно, и не будет необходимости что-то выносить в плане корректировок коммунитарной политики, уж тем более отказываться от довольно продолжительного периода низких процентов ставок. Вот на этой ноте я предлагаю перейти к Европейскому Центральному банку уже, тому, что мы слышали от ЛЦБ и от Драги, но специально я провел такую параллель, потому что Европейский Центральный банк – это, по сути, третий регулятор после резервного банка Австралии и резервный банк Новой Зеландии, который сохраняет вот эту единую позицию в важности удержания ставок на крайне низких значениях и сохранение программы количественного смягчения. Ну, поставок, друзья, как вы помните, все без изменений, мы не настраивались на то, что что-то с ними может произойти. А вот что касается выступления Драги, то оно, в принципе, было тоже в соответствии с нашими ожиданиями. Я вас готовил к этому событию буквально всю неделю отменить то, что Драги, скорее всего, возьмет на себя обязательство снизить давление с регулятора, потому что очень много сейчас требует на ЛЦБ, чтобы они начали сворачивать программу количественного смягчения. Здесь нужна была жесткая позиция Драги, которая всегда оперирует конкретным цифрам и объясняет, почему возможны конкретные изменения, какие-то изменения, а почему эти изменения невозможны. И в данном случае Драги повторил то, что на рынке сейчас созданы условия, при которых нет даже сигналов на формирование устойчивого инфекционных высотных ожиданий и признаков роста инфекционного давления. Я напоминаю то, что последний отчет появился потребительских цен на бедовом выражении, указанном на то, что инфляция находится на 1,4%. Кстати, друзья, на этой неделе у нас обновлены цифры по этому индикатору, посмотрим за ними, но я думаю, что особо никаких изменений не произойдет, в худшем случае инфляция останется на отрежных значениях. В худшем случае инфляция снова просягнет, пусть там на 1,1%. И это, по сути, оправдает то, что было сказано Драги и, возможно, расставит уже окончательно все точки над «и» и снизит интерес к евро, который продолжают покупать в расчете на то, что ИЦБ начнет нормализовать денежную политику ближе к сведению этого года. Я напоминаю, друзья, что все это инвесторские догадки, то, что произойдет с ИЦБ, с ставками, ну, в плане ужесточения. И эти догадки сейчас не нужно поддерживать, потому что Европейский Центральный Банк – это тот, кто и отвечает за политику, он не сомневается. Он дал все-таки ориентиры, отметил, что ставки будут меняться только в том случае, если удастся выйти на цели по инфляции в 2%. И снова повторяю, друзья, что цели этих не видать как своих ушей. И я уверен в том, что в этом году существенная картина не изменится, поэтому откажитесь от идеи покупки евро в расчете на то, что что-то произойдет с монетарной политикой, что-то произойдет с монетарным курсом и устойчивыми в сторону осмельчения. Я считаю, что нужно поддерживать глубинную риторику и просто ждать, когда на рынке будут созданы дополнительные условия для ослабления евро. Этим дополнительным условием должна стать именно слабая американская валюта. Если бы сейчас доллар котировался в той же самой иены, к примеру, выше отметки 113-114 иен против доллара, я, возможно, бы еще и усомнился в том, неправомерными ли будут у нас сейчас длинные позиции европейской валюты. Но поскольку я понимаю, что доллар сейчас находится на дне, в прямом смысле, а именно только слабостью американца стоит оправдывать тот рост, который произошел. Но ни в коем случае не рыночными ожиданиями того, что ЭЦБ на пороге серьезных изменений монетарных политиков. Поэтому по евро я как-то рекомендовал, как я продолжаю это делать, нужно искать возможности для коротких позиций, занимать эти селы и, собственно, ловить евро гораздо ниже текущих значений. Если говорить, скажем, о фундаментальном ориентирах по просьбе, то таковым может быть план как минимум 1-20, потому что это тот самый уровень, нахождение евро на котором не угрожает поднижательным давлением на индекс потребительских цен, поэтому в качестве ближайшего ориентира стоит ориентироваться на возвращение к планке 1-20. Да, кажется, что на него так много, очень просто евро обычно не совсем динамично активно, но все-таки 400 пунктов это потенциал коррекции, который можно выжать, и вероятность того, что евро уйдет туда гораздо, 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 гораздо выше, чем в том случае, если евро будет расти. Поэтому, друзья, вам нужно принять решение для себя, как действовать по европейской валюте дальше, и я надеюсь, даже уверен, что многие из вас решение уже приняли. Ну, на заключение хочется отметить еще нефть, которая продолжила крепнуть в целом до 70, потом у нас была небольшая коллекция в районе 69, но поскольку доллар так у нас и не вырос, то котировки нефти, конечно же, использовали это для того, чтобы упрощить собственные позиции, потому что курс доллара напрямую влияет на стоимость активов, потому что стоимость е номинирована пусть американская валюта. Как только снижается курс доллара, это повышает привлекательность на селью и селью и обратная динамика. Как только доллар у нас начнет расти, друзья, мы увидим домах на давление и на котировки нефти. Говорил еще о Канаде, у нас было два важных отчета, это розничные продажи, вы, собственно, прямо сейчас видите на ваших экранах, у Канады индексы птических цен. Сначала был сигнал того, что с инфляцией все плохо по рознице, потому что она просела, собственно, с 1,6 до 1,2 процента, это крайне выключающая цифра, которая явно указывает на то, что Банк Канады, явно поторопился с просто нарушением по повышению наставок. И последствия они еще, скажем, по негативу во всей красе вынуждены будут примерить и испытать. Эти последствия проявятся чуть позже, к перспективе ближайших двух-трех месяцев мы будем бежать только на пульсе. И уверен, что с каждым месяцем нам удастся констатировать уровень по паре долларов Канаде все выше и выше текущих значений. Сейчас пара торгуется на отметке 1,2050, возможно, даже чуть пониже. Сейчас прекрасная возможность для занятий длинных позиций. Если по евро, по доллару японской лени при всем желании я, к сожалению, не могу обозначить наиболее привлекательных уровней для занятий позиций, но могу вас направить, как действует, в принципе, я это уже сделал. В отношении пары доллар-канадец здесь уровни прослеживаются очень хорошо. В целом, где бы вы ни купили ниже планки 1,25, это будет очень хорошая выигрышная сделка. Но вы понимаете, что на фоне коррекции, которая случилась, депозит должен позволять удерживать просадки и вы должны работать с крайне небольшим ключом, то есть на одну сделку, чтобы ключевая загрузка у вас в депо не превышала там 1 к 2, а совокупная по всем позициям не превышала 1 к 10. Но это такие классические правила. Есть менеджмент, я думаю, вам, опытным трейдерам, объяснять их не нужно. Вы знаете, что значит загрузка по депозитам и что это за объем в соответствии с теми депозитами, которые вы на рынке используете. Ну и поскольку у нас были слабые роничные продажи, мы сразу вам сказали, что инфляция тоже просядет. И были правы, потому что в годовом выражении из потребительских цен снизу с 2-1 до 1-9. И вот, по-помните мои слова, буквально через квартал мы будем наблюдать и показать чуть ли не в районе полутора процентов. А если план Канады продолжит мудрить и оснабжать редактор информации о собственной готовности и дальше полутора процентной ставке, они намывают еще больше дров, и в итоге сроднице будет вовсе настоящая беда. Вот почему, друзья, я призываю вас к тому, что канадцы ни в том точке покупать сейчас не нужно. Возможно, даже сам Банк Канады не понимает, в какой ловушке и с какими проблемами уже с такими национальной экономикой. Если не понимает, и если вы тоже не видите эти проблемы, тогда не забывайте, что канадец крайний скринчик к тому, что происходит с долларом, что происходит с нефтью. У нас здесь понятно, мы по доллару покупаем, по нефти ждем снижения. И еще один уже получается четвертый аргумент против канадца – это пересмотр торгового соглашения НАФТО. Поскольку Трамп крайне непредсказуемая фигура, я не удивлюсь в том, что Трамп не просто не согласится, скажем, пересматривать какие-то соглашения, он просто расторгнет североамериканский альянс свободной торговли и поставит крест на всем этом соглашении, как это хотел сделать еще много лет назад. Поэтому доллар-канадец – это прекрасная валютная пара, чтобы покупать, собственно, так же, как и по паре пункт-доллар, рассчитывая на рост еще больше, чем на полтысячи пунктов. Возможно, кто-то из вас уже в этих позициях. Ну, друзья, теперь, что касается отчетов текущей недели, завтра у нас по старинке довольно спокойный денек еврозона ВВП, посмотрим за статистикой, но думаю, что евро сейчас особо не будет отыгрывать национальный фундамент, потому что по еврозоне сейчас и по евро единственный триггер – это доллар. На него и будем ориентироваться, тем более, что на этой неделе у нас действительно американский центр внимания. События торговой сессии среды. Здесь особый акцент я предлагаю сделать на отчеты DP по уровню занятости в частном секторе. Собственно, это тот релиз, который предваряет Non-Farm Parals. Посмотрите на прогнозы ожидания, вы поймете, что стоит ставить на прогресс и позитив. Почтем хорошие цифры и ждем разворота по доллару. И если уж статистика не сможет справиться с этим, то решение ФРС по процентной ставке и последующая пресс-конференция точно сможет. Я рискну в этот раз, друзья, возможно, даже попробую рискнуть с точки зрения небольшого преувеличения с ключевой загрузкой по депозиту, то есть открою себя в большем объемом, неже, чем всегда. Потому что я хочу отыграть последний кор бодрости доллара при председательстве Джанет Йеллин. Потому что текущее заседание будет последним, когда у руля Джанет Йеллин, она окружает полномочия Джерома Пауэлла. Следующее заседание будет уже под его эгидой. И, возможно, Джанет Йеллин попробует у всех хлопнуть в дверь, еще раз сделав акцент на важность жесткого монетарной политики и несколько повышения процентной ставки, ее позиция не меньше трех повышений. Думаю, что еще один акцент на то, что для ФРС крайне важно отслеживать картину, а не просто циклиться на показатели инфляции. Напомню трейдерам, что ставки вполне реально будут повышаться, даже в том случае, если инфляция будет отставать от цели 2%. И это можно вдохновить жизни в доллары, позволить ему, собственно, набрать высоту против основных собственных конкурентов. На это я делаю самую большую ставку в рамках текущей недели. Четверг у нас несколько индексов по производственной активности. Здесь, опять же, особый акцент нужно будет сделать на статистику США, потому что ISM у нас всегда провоцирует интересную динамику по доллару. В этот раз думаю, что исключений тоже не будет. В прошлый раз отчеты ISM о производственном секторе разгонной инфляции привели практически к фигурному росту того. Возможно, ситуация повторится и сейчас. Ну и в любом случае, мы еще будем отходить с вами от пресс-конференции Елен, от заседания РСП-поцентной ставки. Я думаю, что нам из этих отчетов будет на чем расти. Тем более, мы будем готовиться к новым парам файллс, которые замкнут, собственно, и завершат эту неделю. В пятницу о безработице средняя почасовая заработная плата, количество новых рабочих нет. 16-30 – это блок статистики, который переоценить невозможно, потому что это те самые отчеты, которые влияют на количество лишений пресс-конференции по числу, скажем, ужесточений, так скажем, режима 2018. Напоминаю, что станет ясно, более-менее, это уже после выступления Джана Херрина. Мы поймем, что Джана Херрина просверует в оппозицию всего американского регулятора и, надеюсь, даст нам понять, на какое количество распородных ставок нам будет ориентироваться. Это не меньше трех, я не сомневаюсь в этом. Ну и замыкать неделю будет еще отчет «Бэкер Фьюз» по активным методическим платформам. В этот раз у нас, точнее, в прошлой неделе было произвозно 12 единиц. В связи с этим я делаю ставку на еще больше рост нефтедобычи за минуту недели. То есть об этом мы узнаем, точнее, мы узнаем о том, насколько производство нефти увеличивается в штабах уже в эту среду. И, возможно, эта среда будет еще одним таким триггером для постепенного, постепенного ослабления котировок в месяц. Ну и целевая реки, друзья, как и всегда, заключительный слайд, не буду конкретно говорить сейчас, у валютных парам, думаю, что те из вас, кто интересуются конкретным активам, уже могли заметить, в каких уровнях можно поделиться до конца этой недели. Друзья, на этом, собственно, все. Огромное всем спасибо за внимание. Если у вас есть комментарии, пожелания, какие-то вопросы, вы всегда это можете задавать на нашем канале на Ютьюбе. Делайте это под каждым, скажем, актуальным видеобрифингом. Собственно, он, как и всегда, уже выложен. Тот брифинг, который прошел по утрам на нашем канале. Оставляйте комментарии там. Я регулярно просматриваю вашу активность, и ни один вопрос не остается без внимания. Большое всем спасибо, кто поддерживает активность, кто ставит лайки. Ну и, разумеется, подключается прямой эфир через приложение «Перескоп» каждый день в девять в московском времени. Чтобы вместе со мной анализировать и разбирать все, что произошло на финансовых рынках за минувшую торговую сеть. На этой ноте давайте завершать. Хорошая вам текущая торговая сессия, точнее, ее завершение. И, безусловно, хорошей торговой недели. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok